здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин а с нами на связи мои коллеги израильские журналисты марк котлярский здравствуйте марк и цви зильберг здравствуйте цви поговорим мы уже как бы всем надоевшим короне то есть в просторечии корона естественно правильно корона вирусе эпидемии пандемии в общем вакцинации и всей прочей уже нам изрядно надоевшие ерунде хотя какая же это ерунда если люди продолжают умирать цифры заболевших увеличиваются и так далее мой первый вопрос к вам мы сейчас активно боремся с новым штаммом на нас каждый день лавиной поступает новая информация также очевидно на лавиной поступает и на тех кто принимает решения а нам только остается либо соглашаться с этими решениями и либо нет судя по тому как ворчит ворчат социальные сети израильтяне не сильно довольны принимаемыми решениями я имею ввиду то что израиль был первой в мире страной которая сразу после появления нового штамма закрыла страну для иностранцев а потом значительно расшила расширила список так называемых красных стран куда нам запрещено лететь и люди которых уже были билеты запланировано все оказались в дурацкой ситуации и так далее и тому подобное скажите пожалуйста как журналисты как потребители как вы относитесь вот к этим каждый день принимаемым новым решением марк пожалуйста да я вижу там цвика иронически усмехнулся и я с ним я с ним уже согласен потому что одно дело книжки писать как надо за две недели победить вирус и как бы нападать на предыдущие правительства опять какое бы оно не было я в данном случае никого не защищаю но как бы другое дело когда ситуация действительно на ситуацию надо реагировать что называется в режиме реального времени а люди действительно недовольны я приведу обычный пример я вчера ехала вот когда мы записываем эту программу за день ехал поздно вечером в автобусе сзади меня сидел израильтянин вот и который как обычно израильтянин часто вступают в разговоры который сказал что это за к этому мы что живем в тоталитарной стране ягу старик чё ты чего ты взял ну как это все эти все эти меры все эти диктаторские замашки я бы подожди минуточку я ему сказал не выдержал честно говоря я бы слушать понимаешь вообще на самом деле что такое диктатура ты жил советскую ты жил советскую союзе нет я вообще сам братом и так далее я бы что ты пишешь о диктатуре тогда он не говорю но это настоящий фашизм сказал он то есть вот реакция как бы молодого парня кстати около по 30 лет ему примерно было который говорит на то что происходит вот с этими привитыми не привитыми я серьезно говорю я как бы сторонник прививок я как бы считаю что прививки делать надо но вот эти жесткие меры окажутся мне какими-то излишне чрезвычайными они реально смахивают действительно на какие-то некие диктаторские замашки что-то этих пускать этих не пускать этих пометить этих не пометить но самое главное что эти законы исполняться не будут в чем проблема то есть эти меры которым прибегает растерянное правительство я понимаю да то есть вроде бы решили проблему пошло на спад количество инфицированных и вдруг бац тебе появился микрон а микрон он уже 55 человек вчера было или больше уже зараженных которые так сказать он приехал кто-то из делегации с бенни гансом который ездил в америку оказалось что у него нашли тоже это микрон а что делать ну вот что делать давайте мы марк секунду давайте мы спросим что делать у цви зильгера цви что нам делать потому что да действительно все недовольны то недовольна с другой стороны по официальным данным во всяком случае на сегодняшний день каждый каждый день каждые сутки удваивается в мире число зараженных новым штаммом то есть скорость его распространение просто бешеная по отношению к другим туда вот как всегда я теперь буду за всех отдуваться значит во первых конечно те меры которые у нас принимаются каждый день они каждый день с важным видом совещаются это делается по принципу лучше перебдеть чем не доблюсти и это так в принципе построена политика потому что никто никогда никто никогда не предъявит ему потом претензий что он слишком жесткий жесткие меры вводил да если эпидемия пойдет на спад а если наоборот эпидемия вырастет а он не принимал таких мер то соответственно эти претензии к нему будут понятно что в этой ситуации политик который зависит от своих избирателей он пытается со всех сторон прикрыть все свои уязвимые уязвимые места и поэтому конечно же они принимают меры гораздо ну не пропорциональные гораздо выше чем сама опасность если кто-нибудь у нас думает что все вот эти жесткие карантинные меры прежде всего ограничения на влет и вылет из израиля остановят о микрон не дадут ему прийти в израиль и распространиться то это полная иллюзия возможно эти жесткие меры помогут нам замедлить его распространение может быть отсрочить на одну полторы две недели хотя это это время может быть критичное потому что во всем мире продолжается сейчас исследование и каждый день публикуется какая публикуется какая-то новая информация в микроне возможно эти знания будут критичными для того чтобы противостоять этой эпидемии но с другой стороны судя по всему судя по всем данным которые публикуются в последние дни есть такая очень-очень хорошая надежда такой росток надежды который еще не получил официального подтверждения но об этом говорят практически все вирусологи так вот в полголоса что микрон протекает гораздо более легкой форме по сравнению с дельтой и а микрон вытесняет дельту если так произойдет то заболевание короны к вид 19 станет гораздо более легким заболеваний может быть в конечном итоге мы его отнесем к разряду сезонных заболеваний фактически вернемся к нашей прежней жизни будем вакцинироваться кроме того еще один game changer это появление лекарств это уже вышедшие лицензированные лекарства немецкой компании мерк который называется молнопиравир и это файзеровское лекарство которое на подходе и файзер уже заявил что его лекарство точно так же эффективно против микрона его дают в первые в течение первых трех дней после появления первых симптомов вот все это в совокупности если подтвердиться опять же вот это вот надежда на то что микрон протекает более легкой форме то то ну фактически вот нам говорят что практически нет тяжелых случаев особенно среди вакцинированных вакцинированные переносят микрон вообще очень легко а в британии сообщили об одном смертном случае один человек вроде бы умер от микрона но почему-то эту информацию полностью засекретили никому не известно от чего на самом деле умер какие у него были побочные заболевания на каком фоне произошла эта смерть в общем и ничего не знаем и только знаем что есть один умерший от микрона но тем не менее один это все таки ну несравнимо да безусловно несравнимо марк вопрос к вам вот вы вы говорили достаточно скептически о мерах которые принимает правительство но с другой стороны а что он должно бездействовать и чего-то ждать как в некоторых странах сказали мы подождем пока будут проведены все исследования и мы будем знать с чем мы имеем дело но учитывая скорость уже доказанную распространение микрона как сказал мне в беседе один из российских аналитиков по этому поводу по сути дела отбросил нас на два года назад когда лавина больных пусть легче переносящих как сказал цви эту болезнь лавина болит больных может просто обрушить здравоохранение и что в этой ситуации не принимать мер не закрывать страну цвика уже сказал то случай когда редкий случай когда с ним согласен что правительство большей частью имитируют бурную деятельность действительно как бы понимая что если я просто цитирую цвику данный момент что если как бы ситуация пойдет на спад и скажу вот видите правительство правительство само скажет мы же что-то делали значит это пошло на спад а если наоборот ничего не будет делать и эпидемия на спад не пройдет то им это как бы тоже поставят вину это во первых во вторых я вовсе не сказал что не надо ничего делать я хочу говорить о другом миш я хочу сказать что за то же самое что правительство делает сегодня а именно вводит эти зеленые зеленые паспорта закрывает аэропорт я напомню просто у нас у многих просто короткая память да если бы это сделала предыдущие правительства то здесь стояли бы уже крики вопли по поводу того что вот нарушаются права человека и и главный рефренд был бы это во всем виноват библии я уже вообще не говорю да и во всем виноват нитаниягу это уже я как бы опускаю да но мы помним какие стояли вопли мы помним какие стояли крики демонстрации это нарушение прав человека это тоталитарный режим и так далее и так далее сейчас правительство делает ровным счетом то же самое и даже больше потому что при нитаниягу если мне память не изменяет не было такого этих qr текст qr кодов и никто там не требовал когда открывали экономику чтобы в торговый центр предъявляли вот эти зеленые паспорта тавьерок так называемый поэтому я только об этом хочу сказать мишка конечно делать что-то надо но как бы проблема еще в том что правая рука не знает что делает левая то есть развозов говорит министр туризма о том что ребята все нормально не волнуйтесь скоро мы откроем границы а глава правительства говорит что надо закрыть границы потом глава правительства начинает говорить что от омикрона умерло двое двое человек а выясняется что он что там никто не умирал от омикрона в британии глава правительства не рекомендует никому вылетать в данный момент за границу а его жена с детьми спокойно при этом вылетает то есть как бы я говорю о том что вот этот бардак израильский который происходит он вот его он к сожалению укладывается в то что правая рука не знает что делать левая если прав я с ним согласен если они думают что это остановит каким-то образом эпидемию нет не остановит вопрос только в том что действительно когда это будет и как это будет и учитывая тот факт что у нас осталось все таки огромное количество невакцинированных к сожалению я об этом говорю потому что очень большая часть процентов процентам отношения умирают все-таки людей невакцинированных то у нас еще есть зияющая пустота которую может заполнить вот этой эпидемии цви вопрос к вам хотели бы мы или нет но вся этой эпидемия имеет и как бы политический привкус о котором и вы говорили и говорил марк но так ли права согласны ли вы с марком в отношении того что это нынешнее правительство делает то же самое что и предыдущее но при этом она как бы говорит что она делает что-то по-новому или его хотя она до обвиняла предыдущее правительство в том что она делала то же самое ведь нынешнее правительство уже второй раз за возникновение пиковых позиции ситуации с коронавирусом не пошло на локдаун полный не останавливало страну как это делало правительство на тынягу наоборот как бы линия правительства была именно в нового именно в том что да мы будем принимать какие-то меры хотя набор этих мер в общем-то небольшой закрытый аэропорт открытый аэропорт увеличить количество стран красных или уменьшить и так далее но локдауны не объявлялись вопрос правильно ли это было ну если мы будем сравнивать с правительством нетаньяу то нетаньяу был просто лидером другого стиля нетаньяу принимал решение практически единолично очень узкий круг советников политиков приближенных членов семьи был причастен принять решение и поэтому и ответственность соответственно ответственная соответственно поэтому и ответственность в общем-то возлагалась на него если что-то не получалось хотя он конечно мог кого то там подставить под ответственность но в принципе все знали что виноват будет нетаньяу если чего то что-то не получится когда начался ready want down действия нетаньяу были очень эффективны наверное пример для всего мира это нельзя не признать, вот эта вот система халатов, когда сразу все закрыли, закрыли аэропорт, всех отправили в отпуска за счет пособия по безработице. Это было сделано очень эффективно. И на самом деле тогда мы действительно тянули время, потому что все ожидали появления вакцины или каких-то лекарств, мы ожидали каких-то исследований. И, в общем-то, наверное, на начальном этапе было все оправдано. Но настроения в обществе менялись. А Биби чувствовал это очень тонко. Любые настроения в обществе это специалист, который очень хорошо читает опросы общественного мнения. И в зависимости от этого корректировался и состав советника. Исчез Моша Барсимантов, легендарный генеральный директор Министерства здравоохранения, который в принципе все решения в самом начале эпидемии принимал вместе с Биби. Даже в обход министра здравоохранения Лицмана, который мало имел к этому отношения. Барсимантов поменяли, появился проектор, после него появился проектор, который как раз таки был против локдаунов и до сих пор он выступает против локдаунов. Потом появился следующий проектор, следующий проектор поменялся министр. Менялись советники возле Бенемина Нитаняо и вместе с ними менялась и сама политика. Что касается Беннета, то Беннет вынужден принимать все решения коалиционно. Потому что вот такое у него правительство из 10 партий, сложное, невозможное, которое постоянно надо чем-то склеивать. Основной клей это то, что им в спину дышит Нитаняо и они, это тоже фактически правительство Нитаняо. Но они привыкли принимать решения вместе и там принятие решения более коллегиальное. Есть силы, которые категорически против всяких локдаунов и сам Беннет, кстати, небольшой сторонник локдаунов. Но паникерские настроения время от времени их захлестывают просто потому, что опять же таки они принимаются решения коллегиально и в случае неудачи политическую ответственность будут нести они тоже все вместе. И вот поэтому процесс принятия решений при нынешнем правительстве он немного другой. Действительно, с самого начала они максимально хотели избежать всяких карантинных мер локдаунов. Они хотели вернуть экономику на нормальные рельсы. И я надеюсь, что все-таки этот процесс у нас будет продолжаться. И они даже хотели открыть туризм, но вот ненадолго. Недолго длилась эта радость. И с появлением омикрона они... Да, все это рухнуло. У нас осталось немного времени. У меня есть вопрос к вам обоим. Мы начнем с Марка Котлярского. Вопрос звучит так. Многие не только как бы обыватели, не только социальные сети, где спорят об этом, но и достаточно высокопоставленные сотрудники системы здравоохранения высказываются в пользу введения в Израиле обязательной принудительной вакцинации. с разными изменениями, но предлагается именно это. Это к вопросу о той самой зияющей дыре, о которой говорил Марк Котлярский. Мне интересно ваше отношение к этой проблеме, потому что, естественно, тут же говорится о том, что это нарушение демократии, нельзя человека заставлять, а кто-то говорит, что без этого невозможно обойтись, это спасение всей страны и так далее. Марк Котлярский, слово вам. – Спасибо. Я вообще не люблю ничего обязательного на самом деле, потому что любое принуждение ничего хорошего не сулит. Ничего хорошего вообще. Ничему хорошему это не приведет. Люди научатся обходить эти правила, и в результате это приведет к еще более худшей ситуации. Кстати, в качестве примера, если у меня есть время, буквально коротенько, сейчас разразился скандал, который пытаются извратить, кстати, тоже любопытно, как рождается фейковая информация, что Google якобы, значит, начал увольнять непримитых сотрудников и не платить им зарплату. На самом деле, как бы это такой нарочитый фейк. То есть, мне кажется, вот подход Google правильный, там чуть-чуть по-другому. Там надо, во-первых, предъявить свидетельство, что ты вакцинирован, если ты не вакцинирован, то до 18 января вся эта кампания идет. Ты должен загрузить подтверждение своей вакцинации. Если ты не вакцинирован, то тебя с 18 января отправляют на месяц в неоплачиваемый отпуск. Если в течение этого времени, то есть оплачиваемый, я подчеркиваю, если ты не вакцинировался, то тебя отправляют на полгода на неоплачиваемый отпуск. Если в течение полугода уже этого не произойдет, тебя увольняют. Вот такую схему разработала у себя компания Google, которая насчитывает порядка 150 тысяч сотрудников в общей сложности. Я не призываю, чтобы такая схема точно была, но мне кажется, что гораздо лучше все-таки строить схему поощрения вакцинации, поощрения не на принуждение, а на поощрение и на разумном подходе, как это сделала компания Google. Цви, пожалуйста, слово вам. Да, ну поскольку у нас сейчас статистика такова, что омикрон защищает от заражения, подчеркиваю, от заражения всего на 35%, то я не вижу большого рационала в том, чтобы прям за всеми гоняться, хватать за волосы и насильно вакцинировать. Ну вот как вы это себе представляете принудительного? Кто будет это делать? Армию пошлем? Кто будет ходить по квартирам, хватать людей насильного? Как вы это себе представляете? Это даже вообразить себе невозможно. Если вы делаете какие-то штрафы, какие-то стимулы, какие-то меры для того, чтобы заставить человека вакцинировать, вы все равно заставляете его вакцинироваться по своей воле. Он сам должен туда прийти и подставить свое плечо под этот самый шприц. То есть это уже не принудительная вакцинация. Я думаю, что будут всякие меры, вот типа как рассказал Марик про Google, это будет именно на уровне больших работодателей, на уровне больших крупных компаний. Если человек нигде не работает, сидит на пособии, сидит дома, никуда не выходит, то, конечно, его никто не будет трогать, никто не будет заставлять его вакцинироваться. Вот эти попытки западных стран штрафовать тех, кто не вакцинируется или то, что они называют принудительной вакцинацией. Посмотрим, к чему это приведет, потому что на самом деле данные, которые были опубликованы, что эффективность от заражения 35%. То есть фактически вакцинированные не намного более защищены, чем все остальные. И, соответственно, да, ты можешь заразиться этим омикроном и передать эту заразу дальше, он очень заразный. Другое дело, что ты перенесешь это в легкой форме, гораздо более легкой, чем человек, который не вакцинировался. Это же как ремни безопасности. Ремни безопасности не дают стопроцентную гарантию, что ты не попадешь в аварию. Может быть, ты и попадешь в аварию, не дай бог, но ремни безопасности защищают тебя от тяжелых последствий. Поэтому говорить о том, что вот не вакцинированные нас сейчас всех заразят, я думаю, что это уже не очень актуально с появлением омикрона. И принудительная вакцинация – это не наши методы. Я все-таки считаю, что убеждением, терпением и еще раз убеждением. И работой со средствами массовой информации, социальными сетями. Вот, например, у нас сейчас в Министерстве здравоохранения появилось нововведение. У них появился специальный пресс-секретарь по короне. И если раньше у нас был полный доступ к любым русскоязычным представителям Министерства здравоохранения, у нас был список и у нас было общее разрешение в любой момент выводить их в эфир. У нас они были 2-3 раза в неделю, как минимум. То теперь все на замке. Я уже 2 недели пытаюсь получить интервью с кем-то от представителя Министерства здравоохранения. И мне пишут – нет разрешения, нет разрешения, нет разрешения. И это просто, я не знаю, это просто какая-то жесть. Сектор, в котором очень много антипрививочников. И Министерство здравоохранения не находит ни одного спикера, который бы на русском языке что-то там сообщил от имени Министерства здравоохранения. Меня эта политика очень удивляет. Меня, в принципе, Ницан Оровиц и его партия много раз очень удивляли. Но сегодня это происходит в очередной раз. И я даже не знаю, кому жаловаться. Я думаю, что мы должны об этом говорить. И я прошу своих коллег-журналистов об этом говорить. Подавать туда запросы и бомбить их просто в буквальном смысле запросы. Потому что это просто клинический идиотизм, на мой взгляд. Коллеги, большое спасибо за эти комментарии. Всего вам доброго. Всех благ. На этом все. Напомню, что с нами на связи были израильские журналисты Марк Котлярский и Цви Зильбер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова